Коронавирус шагает по планете, и пока люди, пытаясь сберечь свое здоровье, самоизолируются, врачи ищут лекарства от новой инфекции, ученые проводят исследования. Им уже удалось выяснить, для кого коронавирус особенно опасен. Сильнее других подвержены заражению пациенты, страдающие от повышенного давления и сахарного диабета. В нашей студии врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Кенкова. Елена Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, почему вот сахарный диабет считается болезнью группы риска? Неужели вот этот самый коронавирус ему комфортно в условиях повышенного сахара? Сахарный диабет, мы будем больше говорить о сахарном диабете второго типа. Это само по себе заболевание хроническое, прогрессирующее и очень уязвимое при каких-то воспалительных состояниях. Потому что любое воспаление в организме – это стрессовая ситуация. И в этот момент сахар крови повышается даже у здоровых людей. Потому что глюкоза – это энергия для борьбы, для синтеза защитных тел и так далее. У людей с сахарным диабетом есть определенные механизмы, которые не регулируют этот уровень сахара. И поэтому он у них может повышаться очень значительно. Вообще сам сахарный диабет второго типа считается сосудистым диагнозом. И, как правило, он совмещается еще и с артериальной гипертонией. Мы говорим, что это составные части так называемого смертельного квартета. Но это еще и люди пожилого возраста. Естественно, да. Второй тип диабета – это возраст ассоциированная. И поэтому вот этот самый смертельный квартет – это такая тетрада. То есть у людей есть избыточный вес, у них повышен уровень холестерина, повышен уровень артериального давления. И уже как следствие, как мы говорим, высшее проявление нарушения метаболизма в обмене – это повышение уровня глюкозы крови. Помимо общих мер по профилактике коронавируса, для больных диабетом есть какие-то специфические рекомендации, которые они вынуждены в этой ситуации сложившуюся использовать? В общем-то рекомендуем. Во-первых, есть больше белковой пищи. Это и предшественник синтеза антитела. То есть антитела – это белковые такие субстанции, которые синтезируются из белка. А давайте скажем, белковая пища конкретно? То, что сейчас нам доступна в режиме самоизоляции особенно? Белковая пища доступна. Это и молочные продукты, это и творог, это яйца, это рыба, это птица, мясо. Вот что такое белки. И в большей степени они сытость дают людям. Потому что когда сидишь дома, как бы немножко чаще ходишь на кухню, потому что находишься дома. Да, и не отвлекаешься так особо на работу. То есть углеводы вообще под запретом? Легко усваиваемые. То есть не надо себя баловать ни конфетами, ни печеньем сладким, ни зефиром. А очень многие пациенты с сахарным диабетом позволяют себе это. Так это же запрещено. И они даже это говорят, не скрывая, на приемах. И вот иногда разводишь руками. Но если вы знаете о том, что вот от этого так повышается уровень глюкозы крови, который начинает соединяться с сосудистой стенкой, и все ведь осложнения сахарного диабета, это именно сосудистые осложнения. То есть нарушается питание почек, глаз, ног. И вот все эти страшные осложнения от сахарного диабета, про которые все знают, они происходят на кухне. Не повышается сахар от огурцов, от листьев салата, как мы иногда говорим, от толстых жирных листов салата, от куриной грудки, от банального нашего ментая, то есть нашей рыбы, вот этот белок и овощи. Вообще второй тип диабета, девятый стол, который вот в стационарах им прописывается, он в основном состоит из белков и овощей. Там очень мало углеводов. Они нужны, конечно, но мы все время говорим о длинных углеводах, трудноусваиваемых углеводах. И сегодня у нас очень много всякой разной крупы. Это и длинный рис, и такой полба, вот новая крупа, которая сейчас на полках магазинов есть. Это такая дикая пшеница, трудноусваиваемая, очень вкусная и очень малоповышающая уровень глюкозы. А гречка? Ну как же мы гречку пройдем стороной? Да. Значит, по идее, это одна из самых калорийных каш. И я никак не могу понять, почему ее рекомендуют при втором типе диабета. Но ее стараться, наверное, не разваривать сильно, чтобы усвоение ее было поменьше. А ее замачивают? Ее даже и не варят. А когда ее замачивают, она вообще очень плохо усваивается, но при этом дает чувство насыщения. Сейчас вопрос, который, я думаю, в такой период наших сменяющихся погод волнует многих, в том числе людей, страдающих с сахарным диабетом. Если у такого человека вдруг развилось респираторное заболевание, но еще не поставлен точный диагноз, человек не знает, а вдруг это коронавирус, а вдруг это просто ОРВИ, вот что делать в такой ситуации, какие меры можно предпринять? Ну, я думаю, что, опять-таки, стандартные традиционные меры. Если повышается температура, вызывать врача на дом. Никуда не выходить. То есть то, что рекомендуют, да, это обильное питье, потому что интоксикация начинается. А такое щелочное питье очень полезно больным диабетам. Это значит, что, ну, воды, вода типа нашей ласточки приморской, шмаковской воды, вот где бикарбонатное число достаточно высокое. По показанию, в общем, водичка. Да, ну, какие-то кислые такие напитки из ягод там можно делать. Морсы. Морсы, да, ну, без сахара, безусловно, на натуральных ягодах. И, в общем-то, выполнять все назначения врача, когда доктор придет и посмотрит, да, даст какие-то рекомендации, и обязательно выполнять, естественно, постельный режим. То есть особо, ну, не ходить и не тратить энергию, а наоборот, чтобы она сохранялась на борьбу с инфекцией. В общем, это такие и общие рекомендации, и конкретно для людей, которые страдают за диабетом. Конечно, да. Или еще раз повторяю, очень серьезно смотреть за уровнем глюкозы крови. Если она повышается, все-таки вы вот все делаете, и она все равно, и все равно уровень повышается, ну, тогда есть возможность, ну, увеличить дозу, допустим, этого препарата, который вы принимаете, да, или все-таки еще раз вызвать терапевта. Терапевты сегодня, ну, они такие очень грамотные врачи, и вполне возможно, может быть, кратковременные инъекции инсулина назначить. То есть скорректировать, да, вот какой-то метод лечения. Кратковременно, вот на 7, на 10, на 12 дней, может быть, и назначить инъекции инсулина, если таблетки не помогают, и сахар выше 10, 12, 14 миллимоль на лит. Людям, страдающим с сахарным диабетом, всегда было рекомендовано, предписано уделять внимание физическим нагрузкам. Это свежий воздух, это прогулки, это занятия в зале, это бассейн. Но, к сожалению, сейчас это на самом деле недоступно. Одно закрыто, другое рекомендовано не посещать, поскольку режим самоизоляции. Что делать-то? В этой ситуации, когда мы вели школы сахарного диабета, мы давали рекомендации маршировать на месте. А как же свежий воздух? Можно открыть форточки, можно открыть балкон. И даже вот в зимнее время мы давали такие рекомендации людям, которые по каким-то причинам не могут выйти из дома. Ну, проблемы с ногами или достаточно пожилой возраст, который уже требует вот именно домашнего наблюдения. То вот просто вы включаете музыку, открываете балкон, одеваете шапку, куртку и маршируете на месте или ходите по периметру своей квартиры. И мы же все время говорим о том, что желательно пройти 4000 шагов в день непрерывно. Ну вот взять и промерить периметр своей самой большой комнаты, расставить мебель по сторонам, чтобы она не мешала. Промерьте этот периметр, он может быть равняться там, допустим, 25 шагам. Вот 4 раза вокруг комнаты уже 100 шагов и так далее. Вот, то есть, ну, и сегодня интернет тоже очень большое количество информации дает, что там зарядку делают, с детьми делают зарядку. То есть люди на месте. Огромное количество видео, в том числе, как люди шагают по своим. И совсем небольшим комнатам, это уж такой флешмоб, челлендж. В общем, можно присоединиться. Да, важно делать, да. Вот есть очень такой исторический пример, про который молодежь уже, в общем-то, и не знает. Вот, герой революции, той революции, больше 100 лет назад, которая произошла, Григорий Котовский. И вот есть такой исторический факт, что когда его там посадили в камеру, 6 квадратных метров буквально, да, а он такой физически крепкий был человек, то он проходил в день 10 километров по своей камере. Вот поэтому это примерно размер ковра, 3 на 2. Вот, поэтому, ну, в любой ситуации люди находят выход для того, чтобы, ну, сохранить себя. Если мы говорим конкретно о заболевании коронавирусной инфекцией, часто, по мнению специалистов, протекает оно бессимптомно. И если его также сравнить с сахарным диабетом, то, ну, практически 25% людей просто не знают о том, что у них на самом деле-то есть этот самый сахарный диабет. Они живут в своем обычном ритме, работают и не обращают внимания на как будто бы такие пустячковые симптомы. Так вот, чтобы не пропустить заболевание именно вот это, сахарный диабет, на какие признаки нужно обратить внимание? Что-то пошло не так в организме? Это что может быть? Ну, во-первых, в этой ситуации у нас проводится диспансеризация, и там всем берут анализ крови на глюкозу. И если уровень глюкозы крови выше, чем 6,1 миллимоль на литр, то здесь нужно уже серьезно заниматься вот этой проблемой. А факторы риска, которые предрасполагают к развитию сахарного диабета, их можно пересчитать по пальцам. В первую очередь это возраст. Возраст дальше 45 лет. Это женский пол. Женщины болеют диабетом чаще, чем мужчины, потому что они вес набирают раньше, удерживают его дольше. Мужчины толстеют, ну, значительно позже, и большинство не так сильно, как женщины. То есть это избыточный вес у женщин. Это гормональные изменения, получается? Ну, да, да. Значит, возраст, женский пол, избыточный вес, повышение уровня холестерина выше, чем 5,2, наследственный фактор, артериальная гипертония. Вот 6, ну, что называется, базовых факторов. Если у вас в семье есть, кто болеет сахарным диабетом, ну, ваши родственники, ближайшие, родители, братья, сестры, то, по идее, второй тип диабета – это 100% наследуемое заболевание. 100%. Но реализуется ли эта мутация гена к чувствительности к инсулину? Это самое, вот это слово – инсулинорезистентность. Разовьется ли у этого человека данный феномен мутации гена? То, что он есть, это бесспорно. Но произойдет, не произойдет, это вот с возрастом уменьшаются вот эти вот все, ну, будем так говорить, силы, которые сдерживают мутации у нас в организме. В общем, образ жизни никто не отменял, да? Да, 50%. Да, продолжительность жизни – это 50% именно образ жизни, да, то, что нам дает. И поэтому вот прием, мы говорим, поливитаминов, витамина Д, ну, вот омега-3 сегодня, о ней очень много говорят, да, все-таки контролировать свой вес, контролировать, ну, привычки питания, да, количество пищи, качество пищи. Ну, это просто обязанность каждого человека ухаживать и смотреть за собой. И если есть такие факторы риска, ну, почаще обращаться к врачам. Это факторы риска, Елена Юрьевна. А есть какие-то признаки? Не знаю, сухость во рту, частые позывы в туалет, что-то такое. Ну, то есть клинические проявления уже, да, скрытые такие. Вы знаете, вот эти вот классические признаки, которые вы сейчас называете – сухость во рту, жажда, учащенное мочеиспускание – мы сейчас практически не встречаем этих жалоб. И единственным симптомом, который называют пациенты, когда мы впервые выявленный сахарный диабет второго типа оставим, это слабость. Слабость. Потому что принцип, ну, как бы вот суть этого диагноза – глюкозы нет в клетке. Клетка пустая, там нет энергии, нет сил у них. Вся глюкоза находится в кровеносных сосудах. У этих пациентов и инсулин есть, потому что они избыточный вес имеют, и глюкоза не может с помощью этого инсулина в клетку войти. Вот второй тип диабета – это диагноз парадокса. И поэтому слабость, клетка пустая, энергии нет, она не может правильно делиться, поэтому у них плохо заживают ранки. Ну вот ещё может что-то поднатолкнуть, что-то у меня порезы так дольше стали заживать и так далее. Вот слабость и всё. А вот эти вот, практически мы не слышим этих жалоб. Зато я часто слышу от гостей нашей студии, от специалистов, от врачей о том, что в симптоматике многих заболеваний говорят, что синдром повышенной усталости. Да, да. А сегодня увеличивается продолжительность жизни, скорость жизни увеличивается. Вот эти вот невозможность уследить в определённом возрасте после 45-50 лет. Ну, кто меня сейчас тоже слышит, это нужно усилия над собой делать. И поэтому вот вся система антивозрастной медицины, чтобы мы удерживали определённые параметры своего здоровья, она направлена на то, чтобы вес держать, ещё раз повторяю, да, двигаться побольше. И нервы беречь. И да, и психологические факторы, безусловно, да, то есть самосохранение. Сейчас тоже и психотерапевты, и психологи очень много рекомендаций дают таких. И, ну, определённые параметры гомеостаза, то есть обмена веществ в организме, ну, они должны быть в рамках. То есть это должен быть нормальный гемоглобин, нормальный уровень холестерина, глюкозы. Это должен быть и нормальный гомоцистеин. Очень много сейчас выявляется у пациентов с нарушением усвоения витамина В9, фолиевой кислоты. Это тоже один из факторов, который, ну, сегодня вот выходит на первые места в плане профилактики атеросклероза. То есть мы всё больше и больше узнаём о нашем организме. У нас появляются очень хорошие диагностические возможности. То есть в нашу рутинную практику, повседневную, приходят анализы такие, которые могут дать нам очень раннюю картину нарушения обмена. Ну, и элементарные анализы, я ещё раз повторю, это общий анализ крови и глюкоза крови. Это делается в любой поликлинике, в любой лаборатории. Человек может зайти и узнать, как он дышит. Потому что эритроцит, количество эритроцитов, качество эритроцита – это очень много значит. Поэтому давайте дадим себе слово, что сейчас, как только закончится этот режим самоизоляции в связи с коронавирусом, а я уверена, что он закончится, и будем надеяться в ближайшее время, пойдём сдадим дружно анализы и узнаем состояние своего здоровья. И это касается не только людей, которые страдают сахарным диабетом. Елена Юрьевна, большое спасибо за вашу точку зрения, за ваши советы и ещё раз рекомендации. Напомню, что в нашей студии была врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Пьянкова. Ещё раз спасибо и будем здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова